человек посоветовал использовать для заточки ножей дрель вот дрель шуруповерт аккумуляторная с насадкой для дисков берем наждачку на липучке в данном случае это 120 120 продается комплектами по 5 штучек вот такими комплектами приобрел на строительном рынке насаживается на диск проводим эксперимент вопрос не в том что можно или нельзя заточить нож да можно его заточить чем угодно и как угодно один дедушка там 3 часа пирочный ножик в ю тубе затачила там сточил кромку миллиметра на 2 но заточил молодец вопрос в том что если мы берем камни берем японские камни водные то по технологии у нас идет заточка каждой стороны ножа по 10 минут сторона 10 минут значит считайте грубый камень мы делаем обработку режущей кромки 10 минут с одной стороны 10 минут с другой стороны 1000 10 с одной стороны 10 с другой стороны это у нас уже сколько минут правильно 40 и берем трехтысячник для шлифовки 10 минут с одной стороны 10 с другой стороны и того час вот по технологии вот так вот японцы вопрос не в том что можно ли наточить нельзя ли каким-либо способом там мусатом ли камнем конечно можно вопрос в количестве времени и в количестве усилий который человек тратит на это вот берем ножик полякова который я уже показывал который мне очень нравится алмазка твердая сталь значит твердость пор около больше 60 естественно из коробки не очень хорошо он режет делаем усилий тогда решет затыкаясь неровно режет рвано я уже наклеил я уже наклеил значит наждачку 120 попробуем вот с таким брюшком довести его до нормального состояния ставим режим дрель максимальный крутящий момент значит диск вращается на стол чтобы искры если полетят летели вниз любом случае с любой стороны он должен вращаться на себя и другой стороны и и и и в и и и и Хорошо алмазкой костры разводить, да? С таким агрегатом Смотрим Полируем Убираем эту наждачку Ставим 320 Можно ограничиться, вероятно, на 1,240 Но не было на рынке 240 Все разобрали, как мне сказали Взял помельче, 320 Полируем его, чтобы было еще лучше Опять же на себя В обратную сторону Взял помельче Как видите, в одном случае я точу На обух Со второй стороны я точу на лезвие То есть тут как бы спор яйцеголовых и тупоголовых Вернее, строконечников и тупоконечников В общем, примеряется Естественным образом В одну сторону так На лезвие В другую сторону на обух Что, кстати, и логично Потому что в таком случае Если заусенец идет В ту сторону То таким образом Этот заусенец снимается Мы можем Ножик, конечно Промыть Кстати, этот спор Тупоконечников и остроконечников Если кто-то читал За Натана Свифта У него есть такой роман Где он всю Ангелю представляет Борьбу Политических партий В виде борьбы Тех, кто разбивает яйца С острого конца И с тупого конца Оттуда пошло это выражение Если кто-то вдруг не знает Примерно то же самое В вопросе о том, как точить нож На ревшую кромку Или на обух Посмотрим Мы видим, что это Совершенно другой рез Что нож Нож Режет Как по маслу Возьмем чистый листок И попробуем его перерубить Просто-напросто Ну То скорее я перерублю мебель кухонную Ну вот, пожалуйста Попробуйте своим острым ножом Таким образом перерубить Лис бумаги А4 Сверху донизу Вот там и с изгибами Со всем остальным Смотрим режущую кромку Ничего с ней не случилось Никаких Заусенцев Я не вижу никаких царапин На теле клинка Кстати Еще раз обращаю ваше внимание На качество клейма Это конечно Первый раз я такое вижу Чтобы так тщательно Так и подробно Было сделано клеймо На ноже Вот теперь этот ножик Доведем До приличного состояния Вот Нарезает После такой заточки Одного ножа Даже вот эта вот Наждачка 320 Конечно Она Уже абсолютно лукция Вот Мелкое зерно Не выдерживает Квертой стали И конечно Быстро снимается Но тем не менее Она тоже необходима Для Окончательной шлифовки Режущей кромки Так Сегодняшний наш напиток Это Безалкогольный напиток Питень Или Питень Вот так вот Он выглядит Случайно Буквально Обнаружил его В ларьке Возле Ашана Ну В Ашане Под крышей Но не в самом Ашане А рядом с кассами Травы Мед Ягоды Ничего вкуснее В своей жизни Я не пил Это не кока-кола Не квас Не лимонад Я вот не знаю Кто у нас управляет страной Мы или американцы Но вот Подавляющее засилие Кока-колы Оно все-таки Заставляет О многом задуматься Почему таких напитков Нету В наших магазинах Я первый раз в жизни Его увидел Значит Это фирма Медуварус Медуваренное Производство Пишут Натуральный напиток Брожения Не пастеризованный Без консервантов Безалкогольный Напиток Брожения Питень янтарный Или питень Не знаю Вот тут краткая Анотация Сзади пишут Что это 100% натуральный Безалкогольный Старинный Напиток Естественного Брожения Воссозданный В институте Медоварения Так что Вот господа Покупайте этот Питень Это действительно Очень и очень Вкусная Штука Я думаю Не такая вредная Как Кока-кола А Кока-кола У нас Господа Везде В том числе В телевизоре Вчера включаю А там реклама Все идите на фильм На фильм Моисей Значит Или как он там Исход О победе Моиши над фараоном Мой знакомый Египтолог Уже Раскритиковал Это как полную Туфту Где все Египтяне Плохие Все израильтяне Хорошие Кстати Для меня до сих пор Загад Как они туда попали В количестве 600 тысяч Поскольку войны Все-таки между Египтом И Израилем Не было Ну Это ладно Тут можно послушать Задорного Про его Толкование Как раз Ветхозаветной Части Библии В любом случае Вот такая вот реклама По телевизору У нас идет То есть Миллиарды для Голливуда Мы собираем Нельзя Санкции И все остальное Причем Усиленным образом Прайм тайм На первом канале Вот и возникает вопрос Да Все-таки В какой же стране Мы живем Ну Наверное Не у меня одного Итак Точить нажим Мы уже научились Это заняло У нас Как вы видите Это нож Заточенный Вот он Пожалуйста Это заняло У нас Минуту Три чистого Времени Для этого Нужна всего лишь Дрель Дрель Шуруповерт Аккумуляторный Впрочем Можно и от сети Можно и просто дрель С насадкой для круга На липучке И пару наждачек Одна погрубее В данном случае У меня 120 И одна Помельче В данном случае 320 Ну Многие советуют 240 Просто ее не было В продаже Я ее не нашел А так возможно Достаточно 240 За всем Желаю вам Хорошо поработать А потом Хорошо отдохнуть Берегите себя Будьте здоровы Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова